250 миллионов лет назад, до появления на Земле динозавров. Это не рептилия. И еще не динозавр. Это ранний родственник млекопитающего. Иностранцевия. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Великое или Пермское вымирание. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Самое крупномасштабное исчезновение с лица Земли живых существ за всю историю существования нашей планеты. Умирающие виды уступают место новой эре с новыми действующими лицами. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ЭРА ДИНОЗАВРОВ ПОБЕДИТЕЛИ ЭВОЛЮЦИ Мы живем на планете динозавров. Это они, а не мы, сделали мир таким, каким мы его знаем. Но наше представление о динозаврах по большей части ошибочное. Однако революция в науке изменила их историю, заставив нас посмотреть на динозавров с принципиально новых позиций. Динозавры были скорее птицами, чем гигантскими ящерицами. Возможно, они вскармливали свое потомство молоком. У них были брачные периоды. Чтобы убивать своих соперников, они объединялись в стаи. И долгое время их существование было безоблачным. В течение последнего поколения мы узнали, что все наши знания о динозаврах не верны. До революции в науке о динозаврах о них говорили как об эволюционных тупиках или эволюционных ошибках. Но это очень далеко от истины. Динозавры все еще существуют в форме птиц. И если посчитать все их виды, их в два раза больше, чем млекопитающих. Когда о динозаврах говорят как об эволюционной ошибке, меня это страшно злит. Это вовсе не эволюционная ошибка. Но как динозавры завладели всей планетой? Возможно, это произошло в результате их размножения. Субтитры создавал DimaTorzok